Здравствуйте дорогие телезрители, в эфире программа Алиумед и с вами я, Нурсултан Ибраев. Сегодня мы поговорим об активизации женщин региона в деловой среде, о том, какая поддержка оказывается в частном предпринимательстве, а также о мероприятиях, проводимых Советом. Мы поговорили с представителем Совета деловых женщин Акмолинской области Светланы Ихлоковой. Светлана Николаевна, рада вас видеть в студии. Здравствуйте. Как ваше настроение? Спасибо, бодро. И такой сразу к вам вопрос. Чем вообще занимается Совет деловых женщин? Для чего он был создан? Совет деловых женщин создан для поддержки женского предпринимательства, женщин-предпринимателей. Естественно, мы находимся при Палате, то есть Палата предпринимателей от Амикен создали этот Совет. Так как мы более практики, мы действующие предприниматели разных видов бизнеса, собранные в одну команду, так скажем. И можем поделиться практическими какими-то действиями, дать совет начинающим предпринимателям. То есть больше практики. А сколько на данный момент у вас состоят в Совете женщин? В нашем Совете состоят в городском, как же там, 26 человек женщин-предпринимателей. Но по регионам, у нас 18 регионов, по-моему, если не ошибаюсь, тоже в каждом регионе есть свой совет. Там в среднем от 5 до 10 человек. И в общем это где-то по области у нас в пределах 180 женщин, которые входят в Совет деловых женщин Акмолинской области. А вот вы как сами вот именно оказались в этом Совете? Ну, меня пригласила представитель Айжана Лекуловна. То есть она организованно начинала собирать команду для Совета деловых женщин, приглашала предпринимателей женщин. Вот так вот однажды говорит, ну пойдем послушаешь, посмотришь то и как, там сама определишься, решишь уже. Я пришла на одно заседание, ну сначала, конечно, оторвавшись от бизнеса и прийти сюда, здесь другие уже вопросы, немножко другой уровень рассматривается. Было сначала не совсем понятно, а потом потихонечку я начала вливаться, понимать, о чем идет речь. И для меня было интересно то, что я могу поделиться своим опытом жизнью, то есть чисто профессиональным опытом, чисто как руководитель. То есть есть где себя реализовать дополнительно, помимо бизнеса. Вот расскажите о своей именно бизнес-истории. Вы знаете, когда начинаешь, вот начали часто спрашивать про бизнес-историю, и я начинаю сравнивать с фильмами, трейлеры. Мы как раз начинали работать в тот период перестройки, когда отключали свет, не было отопления, надо было выживать, надо зарабатывать было. И мой бизнес начался так, что я находила варианты, где есть в первую очередь электричество. Потому что у нас ателье, я занимаюсь пошивом одежды, естественно, нам нужно электричество, без него никак не шить, не погладить, ничего. Мы находили места, где в те тяжелые дни было электричество, это горэлектросеть, УВД у нас даже было, мы арендовали у них помещение. И таким образом работали, увеличивали свой штат сотрудников, но, тем не менее, находили клиентскую базу. И в тот период, какая-то, наверное, есть плюсы того периода, потому что был дефицит одежды, и хотели женщины наши всегда в любом периоде жизни и в любое время хотят выглядеть хорошо. И мы как раз в это время помогали им выйти из этих сложных ситуаций. Так что это, наверное, так начинает трейлер, точно получится. А вот расскажите именно о вашей производимой продукции, о ваших сотрудниках, сколько сейчас на данный момент в вашем производстве? Ну, мы занимаемся пошивом женской, детской одежды, мужской одежды. Потихонечку мы начали специализироваться на мужской одежде, потому что это тоже оказалось востребовано. Мы занимаемся реставрацией, то есть ремонтами меховых кожаных изделий. Также мы в дальнейшем, чтобы не останавливаться на индивидуальном пошиве, так как сейчас идет конкуренция большая, очень много фабрик разных брендов, брендов выходят новых, мы начали заниматься пошивом сценической одежды. То есть мы сейчас работаем по госзакупам и обшиваем наши дворцы культуры, как Шитау, как Штау Ахмолинской области, Астанинские тоже коллективы мы обшиваем. Шьем одежду для выступлений. То есть это интересная такая работа, сложная, конечно, но очень интересная. Вот как раз и говоря о трудоустройстве, сколько вот именно людей сейчас вот именно вами трудоустроено? Ну сейчас у меня в данный момент работают 12 человек. Не считая то, что у меня в декрете еще девочки находятся, уже на пенсию ушли, несколько пенсионеров у нас уже есть. На данный момент 12 человек. Но когда у нас идут большие заказы, мы привлекаем надомников. То есть мы пользуемся этими услугами и даем возможность людям заработать. То есть у людей есть дополнительная возможность у вас подработать? Да. У вас есть, да, такие вот сотрудники, которые именно вот уже, может, с основания работать? Ну, с основания у меня нет, они ушли на пенсию. Это очень приятно, конечно. Но вот кто-то в декрет ушел и так пока отдыхает еще. С основания, конечно, уже они приходят, помогают, подсказывают новым сотрудникам, делятся своим опытом. А так есть, конечно, сотрудники, которые уже более 15 лет работают. То есть уходя в декрет, возвращаясь обратно и вот продолжают работать. Вот именно совет деловых женщин, он занимается поддержкой женщин, предпринимателей. То есть вы даете им какие-то наставления, да, вот как начать свое дело. Вы можете именно поделиться вот именно своим опытом? Вот с чего, например, женщина хотела открыть свое дело, с чего ей начать? Ну, конечно, нужно подумать, что тебе больше нравится, потому что изучить это дело более досконально. Мы, когда начинали, мы вообще, как говорится, у нас никакой поддержки не было. Мы на обум, так скажем, ушли, на свой риск ушли. Но тем самым, может быть, оно и продвигалось быстрее. Но сейчас возможности совершенно другие. Сейчас есть Атамикен, палата предпринимателей, которая тебе подскажет, поможет, просчитает все твои риски. То есть любимое дело – это да, это очень хорошо. Моя работа – это тоже мое любимое дело. Но надо все равно реально смотреть на вещи. То есть смотреть рынок сбыта, конкуренцию, свои условия, какие у тебя будут. Тут очень много таких подводных камней, на которые сейчас есть возможность не нарваться, не получить, наоборот, отрицательные результаты. А вот палата предпринимателей Атамикен и Совет деловых женщин. Вот реализуются какие-то программы, поддержки для начинающих предпринимателей? Да, очень много сейчас программ для начинающего бизнеса, для действующего бизнеса, для уже кто более крупные организации. Очень много государственных программ. Мы сами участвовали в дорожной карте бизнеса, то есть приобретали себе оборудование, новые площади для своих цехов. Поэтому поддержка сейчас очень ощутимая. Если раньше, когда мы начинали, этого не было, но сейчас это есть. И наш совет существует для того, чтобы, так как у нас женщины уже действующие, у всех действующий бизнес, мы можем подсказать, куда обратиться. Потому что когда оно приходит, вот я бы хотела бы, да, но когда тебе расскажут, как это должно быть в Атамикене, то есть по всем документам, а мы уже чисто практически какие-то подводные камни, какие-то пожелания, чтобы не было ошибок, и чтобы быстрее достичь своего результата. Результат у нас какой? Это деньги. Не будет денег, естественно, и настроение падает, и уже желания вроде как нет. Поэтому, чтобы достичь этого хорошего результата, мы всегда подсказываем, помогаем, направляем, советуем, к кому обратиться. Потому что у нас в Совете разный спектр специальностей, бизнеса, я говорила уже. У нас есть и адвокаты, у нас есть сельское хозяйство, у нас есть швейное производство, кондитеры, рестораны, салоны красоты. То есть большой такой спектр у нас практически всех, наверное, профессий. Врачи есть у нас, госслужащие есть. То есть мы можем поделиться своим опытом без всяких тайн. А вот нужно ли конкурировать с мужчинами? Ну, у мужчин свое видение бизнеса, конечно, они более-таки логически подходят к своему бизнесу. Женщины, они более чувствительные, они душой, как говорится, начинают все это прочувствовать и решать какие-то, может быть, где-то и рискованные ситуации тоже. Но в моем бизнесе, например, мужчина. У нас тоже есть мужчины, есть тоже ателье, где мужчины держат. Тут по своему бизнесу скажу так. Тут профессионализм, естественно. Настойчивость, желание продвигаться. Ну, мужчины, ну, конечно, мужчина есть мужчина, они всегда должны быть лидерами. Вот, и все же Ваш совет находит время на различные акции. Что сегодня на повестке дня в Вашем совете? Тут в нашем совете мы проводим различные акции. То есть это помимо поддержки женщин-предпринимателей, мы занимаемся благотворительными акциями. То есть это у нас дорога в школу, ну, ветеранов проводим акции. На данный момент у нас планируется благотворительная акция «Ашик-Журек». Это акция организована для того, чтобы привлечь общественность города Кокшетау к заболеваниям, к тем детям, которым нужна срочная медицинская помощь экстренная. Мы организовали вот этот благотворительный аукцион. Это у нас не фонд, потому что некоторые начинают путать с фондами. Нет, это у нас не фонд, это чисто наша инициатива, нашего совета организовать такой аукцион. Но еще идея этого совета, что очень много благотворительности проходит в нашем городе. Но мы решили сделать немножко такую интересную программу. Мы пригласили мастеров прикладного искусства нашего города и объединили их с известными людьми нашего города, чтобы обе стороны почувствовали, пообщались, познакомились, обменялись каким-то опытом и поделились своими рабочими какими-то моментами. И эти изделия, они будут выставлены как лоты на аукционе. То есть любой желающий прийти на аукцион может приобрести себе этот лот. А вот когда будет проводиться данная акция? Данная акция будет проводиться 21 августа в 17.00 в ресторане «Достор». То есть любой желающий может прийти, поучаствовать в акции и купить представленные изделия. А вот примерно какие могут изделия быть выставлены? И может кто участвовал в таких реальной личностях? Ну конечно, об этом я хотела бы так интригующе оставить, чтобы люди пришли и посмотрели. Известные люди нашего города. У нас тут привлечены разные структуры. У нас привлечены акимат, спортсмены, врачи, дикторы. Ваши коллеги тоже. То есть разный спектр у нас профессий. И в этом году мы привлекли мастеров прикладного искусства. То есть тоже такой разнообразный сделали ассортимент, так скажем, работ. То есть это работа по дереву, вязание, валяние, кожевинное дело. Вот у нас в таком стиле будут сделаны такие изделия. Вы говорите, как раз это делается в поддержку детей с заболеваниями. На данный момент какие у нас проблемы есть сейчас с детьми? Заболеваний их много ли на данный момент? Ну вы знаете, конечно, мы в том году брали, обращались в облздрав, обращались в онкологический центр. Мы оттуда берем все данные, а кому уже вот прям срочно нужно близиться сроки лечения. С каждым годом получается, что больше и больше заболеваний омолаживается. Вот это, конечно, очень беспокоит и переживает за наше, как говорится, будущее подрастающее поколение. Мне очень жалко. Поэтому все мы мамы, все мы родители хотим, чтобы все наши детки были здоровы. Поэтому, наверное, вот эти чувства еще тоже нами, как говорится, двигают. И провести этот аукцион дополнительно, как говорится, помочь таким детям. Детей, которые мы выбрали, это три кандидатуры у нас. Это Альвина Анискина, 2016 года рождения, Даир Рахимжанов, 2011 года рождения и Ернар Нуриденов, 1987 года рождения. То есть тут возрастную группу мы выбрали немножко разную. И детей в основном практически с онкологическими заболеваниями. А вот, например, какие-то вот, именно вот эта акция ваша, она ежегодно проводится или как? Какой периодичности? Ну, в том году мы проводили первый боготворительный аукцион. Он прошел у нас довольно-таки на хорошем уровне. Мы собрали полтора миллиона тенге. Были приглашены родители этих деток. Мы сразу, то, что вот у нас прошла реализация этого изделия, тут же произошел подсчет. Тут же мы объявили сумму собранную и разделили ее на три равных части. Родители даже нам сказали большое спасибо, что вы выбрали ни одного ребенка, потому что можно было подумать, это специально выбранный ребенок, а именно вот троих, чтобы это было не обидно, чтобы, ну, каждому понемногу, но это очень хороший вклад и помощь. Вот в следующем году у вас также планируется проводить данные акции? Ну, в этом году уже мы, как говорится, проводим снова, продолжаем эту традицию и планируем ее, конечно, продолжать ежегодно, один раз в год с такими результатами. А вот кроме этой акции, какие еще планируются, либо проведение акций каких-то, может, цель тоже у вас также и где-то благотворительная, да, вот помощь каким-то, например, только детям, еще что-то кому-то. Ну, да, конечно, мы не только занимаемся производствами с этими вопросами, поддержкой, но и проводим благотворительно. Но, конечно, большая часть у нас уходит на поддержку предпринимательства, то есть вот на обучение, на проведение каких-то курсов, и самим обучаться, потому что мы тоже должны обучаться, чтобы кого-то обучать. Вот, Атамикен проводит для этого очень много разных мероприятий. Ну, и теперь мы, конечно, вот сейчас у нас еще вторая, это дорога в школу, тоже акция. Мы деток собираем в школу. До этого вот у нас был Дню защиты детей, мы детям с ограниченными возможностями устраивали праздник, приглашали в рестораны, их проводили, делали концерты. К Новому году тоже мы организуем подарки, также деткам с ограниченными возможностями. То есть какую-то часть мы их, конечно, уделяем благотворительности. А вот, если уже не говоря о благотворительности, можете рассказать об интересных вот таких личностях, может, женщин, предпринимателей, которые занимаются каким-то таким интересным делом, может, есть такие яркие личности у вас? Ну, женщин, конечно, есть такие личности, без этого в нашей жизни никак не может быть. А у нас есть женщины, которые занимаются сельским хозяйством. Это довольно-таки мужская, причем, работа. Да, им приходится бегать и в поле, как говорится, воевать за каждый колосок. Очень трудно, но, тем не менее, они не отступают от своих целей. Они, несмотря на все вот эти трудности, преодолевая их, они добиваются хороших успехов. Также у нас есть Глара Нугманна, это судья наш, республиканского уровня. Она сейчас на пенсии, но, тем не менее, она входит в наш совет, и она помогала разбирать несколько таких очень дел, где вроде как были проигрывали эти дела. Но она все-таки довела женщин до положительного результата, и все решения суда были в нашу пользу. То есть, у нас такой спектр помощи. То есть, это пока тоже также оказывает такую помощь юридическую, да? Да, у нас есть специалист, который оказывает юридическую помощь. Мы можем оказать. А вот в будущем какие у вас планы, вот, советы деловых женщин на будущее? Может, какие-то очень такие глобальные у вас есть? Ну, вот в этом году мы свои глобальные планы, так скажем, уже потихонечку реализовываем. На следующий год мы сейчас вот обдумываем, подбираем варианты, что нового, чтобы не повторяться проводить, какие мероприятия. Так, чтобы сразу... Сразу не вспомню. Сразу столько всего много на голову приходит. Ну, это, в первую очередь, это свое обучение. Это в первую очередь, конечно. Затем привлекать и помогать женщинам, начинающим предпринимателям. Это наши главные задачи и цели. Обмен, мы ездим также, обмен делаем с другими регионами на форуме, на форумы. Когда мы приезжаем на этот форум, обмениваемся, знакомимся, мы расширяем круг своих знаний и просто общение даже больше, подруг своих, как говорится, приобретаем. Это поездки, естественно, по нашим регионам и работа, естественно, с нашими центрами областными. Потому что женщинам, если мы в городе, например, имеем больше информации новой, то, что сейчас государство дает какую помощь, какие обучения, то на селе с этим проблема. Женщины, естественно, некогда им хозяйство. Поэтому наша задача – это выезжать, рассказывать женщинам в регионах, о том, в районах наших, что и как можно продвигать, как можно продвинуть бизнес. Благодаря нашим вот этим выездам у нас в Бурабайском районе открыли несколько своих предприятий. Других в Сиренде тоже у нас открылись, а свои предприятия женщины-предприниматели мы стали. То есть вот такие результаты, цель нашей всей работы – это помочь женщинам найти себя в бизнесе и в жизни. А вот теперь заключение вопроса вот такой. Вот ведь открыть свое дело – это не очень легко. Какими качествами должна обладать именно женщина-предприниматель? Качество. Ну, это в первую очередь настойчивость, не бояться трудностей, потому что без трудностей никогда нигде ничего не бывает. Даже первый шаг, он, как говорится, боишься, ребенок боится, осторожно делает. Поэтому главное, но тем не менее он идет, он начинает ходить. И так же и в бизнесе – это первые шаги, это не бояться. Тем более, когда сейчас есть только инструментов, которыми можно воспользоваться, надо больше читать, получать информации, выходить на контакты, не стесняться. Не надо никогда стесняться. «Ой, да как я спрошу?» Нет, это не надо стесняться. Это надо выходить, искать, просить, тревушить буквально в своем случае слова. Потому что это нужно вам, как начинающему предпринимателю. Поэтому терпение – это в первую очередь тоже. Сразу ничего не получается, на все нужно время. Настойчивость, терпение и удачи в делах. Ну что ж, Светлана Николаевна, спасибо за очень интересную вам такую беседу. Хочется вам пожелать, конечно, удачи и успеха в вашем деле, как говорится, и развитию Совета деловых женщин, чтобы именно больше женщин привлекались в Совет, и как бы расцветало их дело. Ну что ж, дорогие телезрители, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был представитель Совета деловых женщин Акмолинской области Светлана Ихлакова. Спасибо, что провели это время с нами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова